Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в выпуске. Новый глава старого города. Исполняющим обязанности мэра Зербента назначен полковник полиции. Доберемся и до вас. Маршрутная линия номер 19 в Махачкале, возможно, будет продлена. Вопрос находится на рассмотрении в мэрии. Хватает ли дагестанцам зарплаты? Сколько тратят в месяц и получается ли отложить деньги? С этими вопросами наши корреспонденты вышли на улицы Махачкалы. Решительные, смелые и без лишних сантиментов. Эти качества по праву можно применить героям одного из наших материалов, но о них попозже. Глава Зербента Рустамбек Пермагомедов сложил свои полномочия. В конференц-зале администрации был представлен новый исполняющий обязанности руководителя города Ахмед Кулиев. В разные годы новоназначенный градоначальник возглавлял управление по борьбе с экономическими преступлениями республиканского МВД. Центр противодействия экстремизму и был заместителем начальника полиции Дагестана. В представление приняло участие депутат Госдумы Хизлия Бакаров. Тоже от своего имени поблагодарю Рустамбека. Мы вместе начинали, но и не бросаем, так же будем продолжать. Рустамбек перейдет на новую службу, об этом тоже услышите. О новом главе, будущем нашему Ахмед Кулиеву хочу пожелать, чтобы он нашел общий язык с коллективом, с жителями города Дербент. И естественно нашел вектор, который приведет Дербент к лучшему. Рустамбек Пермагомедов поблагодарил сенатора Сулеймана Керимова Хизлия Бакарова и главу Дагестана Сергея Меликова за предоставленную возможность внести свой вклад в развитие города. Они мне дали возможность быть участником в воплощении новой истории города Дербента. Хочу поблагодарить вас всех. И я Ахмед Абусенича давно знаю. Хочу ему пожелать терпения, удачи, успехов на новом поприще. Это такой ответственный участок, это ответственный город. Это город, который знает вся страна. На себя я взял ответственность и даю слово и подвести коллективу, который наш друг Густамбек, который здесь, как бы власти Ходима Абумедовича, который расставались. Я думаю, будем дальше продолжать, даже с каждым я познакомлюсь ближе. И вектор работы есть, поэтому в линии работы будем вести до конца обозначенные наши задачи. В столице Дагестана прошли рейды по взысканию долгов за капремонт с махачкалинцев, против которых возбуждены исполнительные производства. Это совместные мероприятия судебных приставов и сотрудников Дагестанского фонда капитального ремонта. За один день представители рабочей группы посетили владельцев более 30 квартир. Им разъяснили, что данная плата является обязанностью всех собственников жилых помещений в многоквартирных домах. Несмотря на проводимые разъяснительные беседы, обычно задолженность одного человека варьируется от 15 до 30 тысяч рублей. С начала этого года по всей республике на рассмотрение в суды было направлено почти 10 тысяч материалов по взысканию более 200 миллионов рублей по взносам за капремонт. Из них взыскано только 57. Маршрутная линия номер 19 в Махачкале, возможно, будет продлена. Вопрос находится на рассмотрение в мэрии столицы. По обращению жителей улицы Айвовы, представители администрации выехали на место для детального изучения вопроса. Лучше будет туда наверх, в любом случае весь народ, а тут сюда спускается. Рано утром увидели бы, как с детьми люди, как дети, как взрослые, вот все туда спускаются вниз. 19-й тоже здесь пока петлом не набивает, не трогается. А дальше тоже жильцы этого поселка нуждаются в этой же транспорте. Для продления маршрута необходимо строительство новой дороги. Какие финансы для этого придется привлекать и в рамках каких госпрограмм можно будет провести работу. Рассматривать возможные варианты будут специалисты столичной мэрии. Переговорим эту тонкость. Им задачу поставим. Пусть они посмотрят возможность, то, что вы просите, насколько это возможно сделать. Если возможно, конечно, мы на встречу пойдем и сделаем, чтобы поселку и вам удобно было. 10 тысяч рублей – это сумма денег, которая остается у среднестатистической дагестанской семьи после минимальных расходов. Такие данные приводят РИА Новости по итогам исследования по материальному благосостоянию людей в разных субъектах России. За основу рейтинга были взяты следующие показатели. Зарплата в регионе, прожиточный минимум, размер потребительской корзины и прочие ежемесячные расходы. Наши корреспонденты решили провести свое исследование. Вышли на улицы Махачкалы и узнали, сколько у жителей столицы остается денежных средств к концу месяца после всех необходимых затрат. 1030, наверное, остается. 1030? Да. Хорошо. А на что вы считаете зарплаты? На еду, наверное, на еду дорогу в основном. В основном? Да, больше половины было, по сути. Ну, я могу откладывать, да. Я могу бюджетно распределить свою зарплату. У меня же семья. Я родила детей, воспитала, дала образование, супруг, который зарабатывает, который обязан содержать свою семью. А я независимый. А стоят ли у вас до начала следующий зарплат? В притык. Ну, уже и тысячи, может, две. А на что уходят расходы? Ну, в основном на транспорт. Там какие-то, допустим, другие нужны, там аптека и так далее, на продукты. И, в принципе, все. И, может быть, один раз в кино, куда-нибудь стоит. Нет, не остается, конечно. Через две недели после того, как получили зарплату, ее уже не остается. А на что вы тратите? Ну, на питание, на одежду. Да, остается. А сколько есть несколько? Остаток? Ну, около тысяч 30-40, там плюс-минус. А кем работаете? Я работаю торговым представителем. А на что в основном у вас идут затраты? Ну, во-первых, это за квартиру, потом за коммунальные услуги, это в первую очередь продукты, одежда, развлечения и так далее. Да. А на что примерно вы тратите? На отдых, постоянно. Ну, то есть у вас зарплаты в основном уходят на путешествия, да? В основном, да. Ну, чуть остается. Чуть остается. А кем работаете в сенситете? Я в цеху работаю. Просто работник. Специальный налоговый режим, самозанятый. Обучающая программа под таким названием прошла в историческом парке «Россия. Моя история». Федеральные спикеры делились знаниями с местными предпринимателями из разных сфер, рассказывая о методах повышения продаж и структурирования бизнес-процессов. Подробности в сюжете Тамары Самедовой. Зачем самозанятым личный бренд и как его грамотно выстроить? Ответы на эти вопросы не только получили участники обучающей программы. Основная цель нашего мероприятия – показать те возможности, которые есть у самозанятых. Мы рассказываем про то, как работать качественно с конкурентами, как выстроить свое позиционирование, работать с личным брендом, проявляться. И, конечно же, в конце всех наших участников ждет очень интересный формат нетворкинга – бизнес-спид-дейтинг, где есть возможность всем нашим участникам в количестве более 60 человек перезнакомиться друг с другом со стопроцентной конверсией. Занят Мусаева получила статус самозанятого в прошлом году. О плюсах специального налогового режима она узнала на одном из таких же мероприятий. И переход на него, говорит, был одним из верных ее решений. За год с помощью центра «Мой бизнес» вышла на Marketplace, также продолжая развивать свою студию «Декора». В этом году пришла на мероприятие расширить свои масштабы и увеличить свой доход. Обучающая программа доступна для всех самозанятых республики. Для этого достаточно иметь прописку в Дагестане и подать заявление на госуслугах. Именно это мероприятие направлено на всех самозанятых в целом. Здесь нет определенной тематики и подразделения. В данном случае здесь в целом о налоговом режиме, как правильно его применять, о том, как правильно продавать, как повышать свои продажи и о том, как улучшить свой бренд. Отметим, что организаторами мероприятия выступает центр «Мой бизнес» и консалтинговое агентство «Азета». Проводится обучающая программа в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Тамара Самедва, Ширин Гаджиева, Карим Алиева, Раджаб Магомедов. Новости ННТ, Махачкала. Решительные, смелые и без лишних сантиментов. Эти качества по праву можно применить к тем, кто, не раздумывая, приходит на помощь попавшим в беду. В недавней аварии в Санкт-Петербурге четверо дагестанцев бросились в ледяную воду реки Мойки спасать пассажиров автобуса. На днях они приехали на родину и встретили с шейхом Ахмадом Афанди. Муфтий поблагодарил молодых людей за самоотверженность. Один из спасателей оказался выпускником Дагестанского исламского университета. Именно это место, именно они оказались. Если, например, на какие-то 1-2 минуты раньше они были бы, несколько секунд, они же проскочили бы это. Я это тоже связываю с действиями их предков. Это я с полной ответственностью говорю, предки, наверное, были достойными людьми. Я думаю, с каждым днём, я хочу сказать, дагестанцы вот так будут проявить себя. С каждым днём вот так будут дагестанцы проявить. Ахмаду лиллах. Встречу с ещё одним отважным дагестанцем провёл накануне и имам мечети посёлка Ленинкент. Мухаммад Загидов вызволил людей из горящего в Семендере магазина. Слышать много разного поведения молодёжи, когда грубость, наглость стала модным. И слышать информацию, узнать, как человек героически поступил, очень приятно. На душе становится приятно. Пусть Всевышний Аллах обрадует тебя. Я уверен, что, извините, что перебил каждый месяц на место, если был на моём месте посылок. И о спорте. Двое дагестанских дзюдоистов выступят на Олимпиаде в Париже. В состав национальной команды вошли Рамазан Абдулаев и Мурат Чапанов. Они представят сборную в весе до 60 и 66 килограмм соответственно. Оба спортсмена, неоднократные победители турниров «Большого шлема», в разные годы были медалистами чемпионатов страны. Живут и тренируются Абдулаев и Чапанов в Красноярске. Летняя Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа. Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к играм в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Следователи со всего Кавказа приехали в Дагестан для участия в отборочном этапе Всероссийской спартакиады. Открытие спортивного состязания прошло на стадионе «Труд» в торжественной обстановке. Перед собравшимися с яркой программой выступил танцевальный ансамбль. Но именно поднятие флагов ознаменовало начало соревнований. Здесь с 5 по 7 июня за звание лучших поборются сотрудники следственных органов из нашей республики, а также Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни и Ставропольского края. Всего 160 человек в составе 8 команд. У нас приехало порядком 8-9 человек. Боевой настрой у нас, конечно же, потому что мы представляем нашу республику, наше управление. И прежде всего, конечно же, чтобы игры и все мероприятия прошли без травм, при возможности, постараемся занять как минимум призовые места. В первый день состязания правоохранители продемонстрируют свои навыки в настольном теннисе, мини-футболе и легкой атлетике. Далее участников ждет волейбол, баскетбол и плавание. В данных соревнованиях буду выступать по плаванию и представлять наше следственное управление по республике Нагистан. Ждем, в первую очередь, от данных соревнований победы от нашей команды, участие всех сотрудников. Нас тренинг у нас, как всегда, на высоте. Мы очень рады приветствовать всех гостей, всех наших коллег, познакомиться со всеми. Ни для кого не секрет, насколько наша республика гостей примена. И я надеюсь, все наши коллеги это увидят и поймут сами. Наша команда будет принимать участие по всем дисциплинам. Я конкретно готовился по плаванию и по баскетболу. Стараемся в любом случае показать свой лучший результат. Отметим, что соревнования проходят в личном и командном зачетах. Из числа победителей будет сформирована сборная команда следователей, которая представит Северокавказский федеральный округ на Всероссийской Спартакеаде в Туле. Мы настроены, с учетом того, что турнир проходит в Дагестане, сделать максимум для того, чтобы победить в нем. Победители в личных первенствах награждаются медалями, дипломами. А победители в командном соревновании получают вот этот кубок за первое место, предусмотрят даже кубки за второе и третье место, а также будут медали на команду и памятные дипломы. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!